О своих впечатлениях они рассказали Вениамину Кондратьеву. С руководителем Михаилом Федотовым и остальными членами совета глава региона провёл рабочую встречу, а после разговор продолжился уже в расширенном формате. В администрации с участием федеральных руководителей провели Краевой совет. На нём подвели итоги работы за последние полгода. В декабре Михаил Федотов вместе со своей командой перед регионом поставил ряд задач. И сегодня, после проверки, председатель совета по правам человека отметил, что все замечания успешно выполняются. Мы убеждены в том, что все проблемы на самом деле могут быть решены. Все узелки могут быть развязаны. Было бы только желание. И самое главное, это один из принципов меньше политизации, больше конкретизации. Родилось это именно здесь, именно здесь, в Краснодаре. Даже если права одного человека в обществе будут нарушены, то общество нельзя назвать гармонично. И вместе с тем, восстанавливая права одних, мы не можем нарушать права других. И вот здесь важно, кто стоит в основе восстановления права. Насколько они объективны, насколько у них чистые руки, это как в жизни я говорю. Чтобы мы не восстанавливали права одних за счет ограничения прав других. И вот здесь еще важно, чтобы мы способствовали разрешению этой конкретной ситуации, а не заведению еще и в больший тупик. Но надо не только говорить, нужно находить конструктивные решения, которые будут способствовать разрешению ситуации, ее неповторению. На Краевом совете обсудили также ряд проблем, которые сегодня волнуют как руководство края, так и самих кубанцев. Большинство из них касались экологии региона. Например, строительство полигона в Крымском районе, застройка берегов Кубани. Эти вопросы члены президентского и местного советов взяли под свой контроль.